По оценкам специалистов, около 10% людей страдают от аллергии на осиный яд. По статистике, один ребенок из ста подвергается риску развития анафилактического шока после атаки осы. Для здорового человека смертельная доза осиного яда равна 500 укусам насекомого. Но для аллергика, который страдает от мучительной реакции на яд ос, даже один укус может привести к трагическим последствиям. Человек может и не подозревать, что у него есть аллергия на этих насекомых. Чаще всего тяжелые последствия укусы ос вызывают у детей. Если мы не знаем, то мы внимательно за ребенком наблюдаем, не отмахиваемся от его жалоб. Если вдруг ребенок становится бледненький, вяленький, вдруг начинает засыпать в нетипичное для него время, настораживаемся и очень быстро обращаемся в приемный покой. Если есть небольшой отек в месте укуса, можно не беспокоиться. Как правило, достаточно дать антигистаминные препараты обработать место укуса. Насторожить должно появление сильных отеков, спазмов, сухого кашля, трудностей с дыханием, рвоты, слабости и головокружения. Тяжелую аллергическую реакцию могут вызвать также укусы оводов и пчел. Развиваются симптомы достаточно быстро. Истинная классика аллергии – это реакция немедленного типа. От момента, когда вы съели аллерген, или вас укусил аллерген, или вы медикаментозно получили аллерген, до момента, когда развивается клиника, проходит от полутора-двух минут до получаса. В случае анафилактического шока или отека к венке, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. Ожидая медицинскую бригаду, пострадавшего нужно уложить, поместив ноги на уровне выше головы. Не нужно пытаться ковырять рану, чтобы найти жало. Его оставляют только пчелы. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.